девчонки показываю как плести куклу из нитей вот у меня клубок льняной нити но извините шерстяной под рукой не отказалась не оказалось принцип один и тот же берем нить и наматываем на четыре пальца вот таким вот образом кстати кукла из льняной нити очень круто особенно для защитных техник к слову сказать поэтому спасибо дорогая что ты меня нашла где-то там лежала отдыхала на полке тут вдруг я ее увидел теперь будет куколка у меня рабочие значит я снял вот примерно такое количество снял просто с пальцев вот они у меня были здесь с пальчиков снял теперь остатком ниточки будем закручивать головушку подобрали весь сверток вот у нас примерно в состоянии находится и вот так вот наматываем и неважно похоже на голову не похоже это всего лишь символ ну вот получается у нас такая вот деталька это у нас будет голова дальше подматываем нам теперь нужно сделать ноги примерно до середины вот до середины я намотал она у нас вся сложенная как младенец пеленках так теперь мы разбираем вот эту вот часть на две ноги вот я их разобрал вы видите вот они разобраны дальше перехожу в другой части в какую сторону будете мотать на себя или от себя это уж как удобно здесь прошу не глючить относительно движение по часовой против часовой это правило здесь не работает ногу намотали теперь поворачиваем в другую сторону вот ну вот теперь здесь идет движение как бы по часовой стрелке еще раз повторяю это всего лишь для удобства хотя я могу перевернуть и пойдет движение на меня это абсолютно не важно вот намотали у нас получилось вот такая вот кукла сейчас я возьму ее за кончик учим не кукла настоящая кукла теперь мне ее надо бы по большому счету отжечь а зажигалости у меня нет печально но поскольку вы большие художники придется включать воображение поэтому я сейчас отрежу ее но еще раз повторяю ножницы либо у вас магические которыми вы только исполняете магические операции и больше прошу прощения правду говорю и больше ничего не режете значит освободили и зафиксировали на узелок узелок чтобы нам было удобно работать вот у нас полная кукла это этот хвост можно обрезать можно сюда примотать потому что дальше у нас пойдет второй элемент и так вот у нас выглядит полуфабрикат часть куклы переходим ко второму элементу три пальца наматываем и это у нас будут руки намотали сняли с пальчиков такое же колечко и все то же самое нитка тут что-то замоталось все развязали так вот руки конечно я намотал такие как у ильи муромца но делаю все то же самое нам здесь нужно просто просто палка вот она эту нитку мы оставляем не обрезаем берем первую часть присоединяем руки вот они выглядят примерно так и и заматываем к этой нитке которую у нас есть вот та у нас старенькая частные подмотаем и этой наматываем по диагонали но это обычная намотка тут никаких сложностей то нет намотали дальше нужно ниточку правильно то отжечь отжигать нечем ну ладно обрежем ножницами чтобы нам не мешало и замотаем в любом месте просто узелочек вот у нас получилось вот такая кукла этот хвост можете обрезать можете еще там на несколько узелков под завязать как вам нравится вы вообще свободные люди и творите свою магию своими руками чем не кукла самая настоящая магическая кукла сделана из нити льна льон как известно по славянской истории а раньше одежда было только из него обладает фантастическими магическими качествами лен способен удерживать энергию на гораздо большее время чем шерсть хотя не умаляю достоинства шерсти но вот так случилось что у меня шерсти не оказалось под рукой и воспользовался ниткой льна вот если вам понадобится вы можете легко сделать это нитка продается в хозяйственном магазине таких-то много ну что-то типа шпагата просто шпагат бывает разные бывает из хлопчаток бумажных волокон бывает из льна также можете взять такую же нить в рулоне в наборе сантехника сантехники пользуются нитками льна вот и все желаю вам удачи пока